В эфире время новостей. Здравствуйте. Основные события к этому часу в нашем выпуске. Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и 25-й годовщиной образования ведомства. В тексте, опубликованном на официальном портале Кремля, говорится, что министерство проделало большую работу по созданию систем управления в кризисных ситуациях, а также по формированию территориальных органов и сил оперативного реагирования. Российский истребитель пятого поколения Т-50 ПАК-ФА поступит на вооружение воздушно-космических сил в 2017 году. Об этом заявил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев. Новый самолет призван упростить работу пилота и позволить решать задачи по противодействию угрозам в воздухе и на земле. До 2020 года в войска должны поступить 55 истребителей. Прокомментировал Бондарев и возобновление производства стратегического бомбардировщика Ту-160. По его словам, в новых ракетоносцах за основу будет взят только корпус. Вся начинка будет абсолютно новой. Тем временем Минтранс Россия опубликовал данные по объемам пассажирских авиаперевозок в этом году. Цифра составила около 94 миллионов рублей человек. В прошлые годы рост этого показателя составлял 10-15%. В этом году цифра осталась прежней. Основные причины – банкротство ТрансАэра и прекращение авиасообщения с Украиной и Египтом. Действия Петра Порошенко в качестве президента одобряют только 17% украинцев. Согласно опросу, этот показатель ниже, чем у прежнего главы Украины Виктора Януковича в пиковый для страны период накануне Майдана. Тогда действия президента поддерживали 20% населения. Опрос показал, что Порошенко не пользуется популярностью ни в одном регионе страны. Особенно низко его оценивают на востоке и юге Украины. Низкий рейтинг одобрения Порошенко во многом отражает разочарование украинцев в своем руководстве. Объясняется это экономическим крахом Украины и тысячами погибших в Донбассе. По сути, Порошенко не сдержал ни одного из обещаний. Данных два года назад лишь усугубил ситуацию в стране. Совсем скоро начнется одно из самых значимых крымских событий. 28 декабря в 12.00 состоится большая итоговая пресс-конференция Сергея Аксенова. В ходе общения с руководителями, главными редакторами, журналистами федеральных и крымских СМИ Сергей Аксенов обозначит основные задачи, на решение которых были направлены усилия правительства в уходящем году. Это в первую очередь обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, социальной стабильности в республике, создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов и многое другое. Кроме того, глава республики обозначит перспективы развития полуострова в 2016 году. Пресс-конференцию будут транслировать в прямом эфире нашего телеканала и радио Крым. Жители полуострова услышат максимально полные и честные ответы главы Крыма на самые острые вопросы. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос крымчан с целью выяснить отношения жителей республики к власти и определить социальное самочувствие граждан. Респондентам предложили оценить изменения в социально-экономической ситуации в республике за последний год, а также высказаться о своем отношении к первым лицам республики – главе Крыма Сергея Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову. Кроме того, крымчане оценили взаимоотношения федерального центра и республиканской власти. Одним из ключевых был вопрос о том, как бы крымчане сегодня проголосовали на референдуме о статусе республики. Результаты опроса опубликуют 28 декабря. Большинство сельских клубов Крыма требуют капитального ремонта. Во многих селах центров досуга и вовсе нет. Один из примеров – прохладное Бахчисарайского района, куда отправилась наша съемочная группа. Там открыла первый и единственный на всю деревню танцевальный кружок балерина Мариинского театра Санкт-Петербурга. Подробности далее. 20 лет Вера Дмитриева блистала на подмостках Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В 2011 году решила переехать в Крым, в село Прохладное Бахчисарайского района. Узнала, что здесь нет ни одного клуба или хотя бы кружка. Досуг детям проводить негде. Балерина решила открыть танцевальную школу и бесплатно преподавать в ней. Танец для меня – это не просто развлечение. Это та основа жизни, на которой выстраивается и менталитет, и особое отношение к труду, к честности. На сцене никогда не наврешь. Не пообещаешь, я станцую. Ты должен выйти и станцевать. Балерина попросила помещение, его предоставили. Правда, здание не отапливается, а летом детям снова негде будет заниматься. Помещение займут студенты. Сложная ситуация с клубами во всех четырех селах Скалистовского сельского поселения. Скалистам есть клуб, которым заниматься практически невозможно. Он требует реконструкции. Новогодний праздник проводим на улице, потому что в клубе заниматься невозможно. То есть там аварийная ситуация в клубе. В Трудолюбовке вообще закрыт клуб, потому что там только стены остались. Глубокий яр, прохладное совершенно нет клуба. 60% сельских учреждений культуры Крыма требует капитального ремонта. До 2018 года в них вложат более 2 миллиардов рублей. По госпрограмме «Культура. Сельские клубы». На это очень надеется Вера Дмитриева. Она мечтает научить молодежь тому искусству, которое освоила за всю свою жизнь. Татьяна Ханкота, Александр Смычек. Время новостей. Бахчисарайский район. Праздник к нам приходит, а точнее приезжает на модном байке. В крымской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное новогодним праздникам. Гвоздем программы стало байк-шоу «Парад Дедов Морозов». Подробнее в нашем сюжете. Дед Мороз, Снегурочка, Славий Разбойник и много других сказочных персонажей. Их всегда с нетерпением ждут дети. Но когда они еще и появляются на огромных ревущих мотоциклах, в восторгу малыши просто нет предела. Проходит мото «Дед Мороз». Парад такой. Наряжаются мотоциклы, наряжаются мальчишки, девчонки в костюмы и радуют детвору. Со всего Крыма свободные мотоциклисты любят вот такой праздник делать для детишек. После парада каждый желающий ребенок мог сам посидеть в селе огромного мотоцикла, сфотографироваться и пообщаться со всеми, кто ехал в колонии. А ко всему этому подвижные игры и конкурсы, участие, танцы, хороводы и все на свежем воздухе. Ребята рассказывали стихи, специально выученные для Деда Мороза и пели новогодние песни. Мне очень понравился Дед Мороз, Снегурочка, а особенно мотоцикл. «Новый год, Новый год, все подарки под подушкой отпускай. Новый год, никуда мы не хотим». Колонна мотоциклов приехала в Симферополь из Евпатории, где их тоже встретили на Ура. Традиционно такие парады проходят по всему Крыму. Байкерам рады везде, и ребятишки разных городов с нетерпением ждут их появления. Анастасия Соленик, Виктория Куприкова, Антон Кузнецов. Время новостей. Мастер-класс по танцу и наряды в зеленых тонах. В Симферопольском художественном музее прошел Таврический бал. В этом году он посвящен российским живописцам. Одно из главных правил соблюдения дресс-кода – спортивная одежда табу. В этом году у всех просили подбирать наряды в зеленых тонах, поскольку этот цвет – символ Нового года и культуры. Вместе с участниками в атмосферу того времени погрузились и наши журналисты. Этого события с нетерпением ждали многие. Таврический бал – возможность погрузиться в другую эпоху. Эту пару нельзя не заметить. Людмила впервые принимает участие в таком мероприятии. Самая волнительная подготовка. Три недели до этого, четыре занятия танцев, бальных. Ну и также, в общем-то, весь дресс-код, чтобы был соблюден, тоже старались. Всегда хотелось жить в 18 веке. Участвовать в этих мероприятиях, они очень воодушевляют людей. И хочется, чтобы всегда была эскара в жизни. Вот этот бал, он дает что-то. Такое нечто замечательное, исключительное. На бал Людмила пришла не одна, а с кавалером, своим сыном. Мечта Юрия – стать военнослужащим. Дискотек он не признает, а этот бал посетил с удовольствием. Для меня лично сходить на дискотеку – это просто, ну, смысла нету просто сходить на дискотеку. На бал ты познаешь, как люди в давние времена, так сказать, себя вели, какая у них была культура. В этом году всех просили подбирать наряды в зеленых тонах, поскольку это цвет культуры и Нового года. Каждый участник это правило выполнил. Что касается тематики, в этот раз бал посвящен русским живописцам. У нас будут и конкурсы, и будут мастер-классы, и будут показательные выступления, и будут в перерыве, можно будет и поиграть в настольные игры, и в бильярд, и будет открыт кафе, будет буфет офицерский. Если танцевать вы не умеете, то это не беда. Главный сюрприз – балл, а мастер-класс по танцу. Проходит мероприятие уже в четвертый раз. Сейчас организаторы собираются и в дальнейшем следовать традиции, погружать людей в особую атмосферу времен царской России и прославлять русскую культуру. Антон Кузнецов, Анастасия Соленик. Время новостей. Сибирские спасатели доставили в Симферополь тысячу подарков для детей от Сибирского регионального центра МЧС России. Посылка в рамках новогодней акции «Караван подарков». Со всех уголков Сибири были собраны тонны гостинцев. Они предназначены для детей, которые нуждаются в помощи и находятся в социальных учреждениях. Елки настоящие, сибирские, подарки тоже сибирские своеобразные, потому что там будут и компоты наши сибирские, будут и печенье наши сибирские. Пара салатиков, закуска, бутерброды, фрукты и далее по списку. До Нового года остается совсем немного, а это значит, что вот-вот начнутся массовые набеги на магазины. Праздничное меню в каждой семье свое, но есть продукты, без которых новогодний стол практически не обходится. При этом перед Новым годом цены взлетают буквально до небес. Во сколько теперь обойдется продуктовая новогодняя корзина, смотрите в сюжете Виктории Куприковой. Кризис кризисом, а Новый год по расписанию. Крымчане готовы платить любые суммы, чтобы и в этом году на праздничном столе были оливье, селедка под шубой и бутерброды с икрой. Влетят ли они нам в копеечку? Цены на социально значимые продукты питания за последний месяц не поднялись. Даже в связи с отключением света, в связи с введенным режимом МЧС, цены стабильны. Но на отдельные группы товаров небольшое повышение мы фиксируем. Но сказать, что оно является значимым для потребителя, я бы не сказал. Крымчане скупиться не хотят. Каждая хозяйка старается в праздничные дни удивить своих любимых и приготовить изысканное новогоднее меню. Холодец обязательно, уточку или гусочку, индюшечку. У кого что, у кого как позволяют, какие финансы. Икра, допустим, можно купить. Вот 245 рублей сейчас стоит икра у нас, баночка икры. Тоже каждый человек может себе это позволить. Шампанское недорогое считаю. Колбаски всегда, сырочек найдем, селедочку, сделаем салатик. Конфеты, шоколадки. Торты. С вишней, с яблоками, с мандаринами. Год назад новогодний стол обходился в сумму около 2000 рублей. За эти деньги можно было купить продукты для трех салатов. Мясные изделия, овощи, фрукты и отечественные спиртные напитки. В этом году мы точно знаем стоимость ингредиентов салата Оливье. Она в среднем составляет 298 рублей. Немного подорожала и селедка под шубой. Набор продуктов для этого блюда обойдется около 235 рублей. На тарелочку бутербродов с лососевой икрой у крымчан уйдет более 300 рублей. Главный новогодний напиток, шампанское, обойдется в среднем в 300 рублей. За хороший коньяк нужно быть готовым отдать не менее 1000 рублей. Несмотря на предновогодний ажиотаж, следует ответственно подойти к закупке продуктов для праздничного меню. А после суеты спокойно, с хорошим настроением, встретить год огненной обезьяны. Анастасия Соленик, Виктория Куприкова, Александр Тегниридно. Время новостей. На этом все. Мы следим за событиями на полуострове в мире. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова